Вот книга «Для Слова Божия нету» с Николаем Балашов и романахом Нафанаил Судников. Это второе издание, дополнение 2010 год. Я начал читать со страницы 8, первая часть. А это вторая. Знаешь, в первой части я говорил о том, как рано научился читать, и у мамы были книги со слов и прочее. И как по ним я ориентировался, искал молитвы. Вот она, какая книга, как она выглядит. С застежками. Ну, тут она уже не очень застегнешь. Вот она, салтырь. Может, она самая и есть. Надо посмотреть. Какие большие поля, а бумаги не было. И брат у меня рисовал. Это что? Псалом? Ну, это дальше, псалтырь. Псалтырь и как молиться по нему. Вот она где. Умели печатать. А бумага-то какая? Не то, что сегодняшняя. Бумага, она настоящая бумага. Вот она. Да мало того, с водяниными знаками. Еще можно там показать даже. Вот так. Ну, вот это книга. Показать. А вот эта вот книга. Это акафисты, каноны. Все видите, какие большие поля. И вот на таких полях брат и рисовал. Вот она. Я сам переплёщик-реставратор. Многое покажу, как реставрировал. И вот где. Ну, тут прямо написано. Воскресная служба. Кому? Богородице, святым. Вот. Что здесь нужно? И как много Иван Фёдоров дал русскому народу. Гутенберг, конечно, разоначальник. Вот как заканчивается еще. Каким? Солбом. Вот. 309-я страница. Это Т-300. Вверху клюка титла называется. Это 309-я. 310-я. И так дальше. Вот какая книга. Одна книга. А это. Вот. 17. 617. Вот. Это 700. 748. Как я вижу. Вот они, цифры. И вот из таких буквы цифра новое значение имеет. И получается 666. Титаник. Лампетис. То есть разные такие слова. Агнец неправедный. И далее. Всегубитель. Кто такой будет этот Мессия, Мершиах, Антихрист. Вот. Это вторая книга. Книга большая. А вот эта книга. Я искал сейчас. Не нашел. Есть. Это я реставрировал. Видите. Ну, по новой все. Это уже тут моя рука касалась. Отреставрировать ее. Заложил в бархат. С закладкой. Вот. И какую картиночку еще взял. Я говорю. Около 3000 томов только переплел. Вот первая страница. Видите. Как каждый листик. Надо знать, как наклеить. Ну, а потом дописать надо. Я не знаю, где-то у меня Библия там или где. Которая есть. Вот она. Я ее отреставрировал. Эту книгу. Вот. А эта книга непростая. С неканоническими книгами. Вот даже посмотреть. Маковейская. Вот она где. Маковейская. Вот вверху написано. Довольно мелкая. Третья книга Езры. Третья. Вот она идет. Еще есть ссылки. Параллельные места указаны. Я не нашел. Здесь написано где-то. Перелисовете. Это рядом с Петром Первым. Вот такая книга. Конечно, это корочки-то не такие просто. Тут, ну, как дерево-плита или как назвать. ДСП. О, положу. Потом убрать на место надо будет. Вот эта автобиография здесь я не читаю, а по интернетному. Потому что плохо видно. Это все время приглядываться не приходится. Вот. Я теперь говорю. Оговорил о вечности. Это вторая часть автобиографии. Много плакал об этом, особенно когда был в бане. И жар ощущал, что душа изнывала смертельно. От страха неминуемой расплаты за все. Как бы хорошо было никогда не родиться. Когда потом стал считать Библию, То у Ева, у Еремии нашел этот стон. И в житиях. Тогда же я ничего этого не считал. Просто душа моя чувствовала. Знала свою участь безнадежности и отчаяния. Так для чего же тогда я молился? Просто мне было хорошо, когда помолишься. На душе было легко. И легче. И не страшно ночью идти. И среди дурных людей легче быть. Когда теперь слышу, как неверующие говорят, Ты прийди в церковь, поставь свечку, ты причастись. А ничего не скажут о Христе, О Его заместительной жертве. Вижу тут сплошной обман. Я грешник. Но душа моя была на чеку. Она бодрствовала. Она ждала жениха, избавителя, искупителя. Вот об этом мне хотелось помолиться. Мне уже рассказали, что возмездие за грех смерть. Римном 6.23 Что Бог за так грехи не прощает. Но обязательно должен быть наказан человек, Чтобы Божья справедливость была удовлетворена. Да, это так. Вздохнула моя душа. Я знаю давно, что есть ад. Это мое место. И никто не пойдет туда за меня. Я грешен. И нет мне выхода. Пусть хотя и внутри меня разорвались все атомные бомбы. Но и тогда Бог соберет все. И буду я гореть. Буду мучиться. И вдруг мне говорят, что за мои, Именно вот за мои все гнусности. За безобразие моей гнойной жизни. За все безумство и вину перед всеми. И в семье, и перед небом. За все это уже страдал Христос. Христос. Рожденный Девой Марией, которой я молюсь. Когда же я до этого посещал храм, То всегда брал две свечки больших. А одну Марии, как матери, она главнее. А вторую Христу. Его было просто жалко. Слышал, что его жиды проклятые распяли. И потому бей жидов, спасай Россию. Так я понимал. Евреи виноваты. А я за Христа могу и повоевать. А то, что он еврей, и что Богородица еврейка, И что он за меня висит на кресте, И это я его распял, И ежедневно казню своими грехами, беззакониями. Это даже и в голову не могло прийти. Вот почему, считая Слово Божие, Я его читал для себя. И всегда в нем находил обвинения против священников, Скрывших такую благую весть от людей, Как было и со мной до моего обращения. Попрошу об этом Христа Отца Небесного. Еще попрошу и Духа Святого, Чтобы меня тоже приняли, Если уж за всех он умер. Эти места мне показали в первый вечер. Полыхнуло снаружи, охватило всю внутренность. Неужели есть еще надежда? Да неужели еще можно избежать наказания в вечном огне? Если я этот момент пропущу, То другого может не быть. Корабль наш уйдет в море, И я встал на колени. Вот пишу и слез не могу сдержать. Это моя первая любовь. Такая огромная, такая сильная, Такой дар, такой великий. С Богом я заговорил вдруг просто, Как будто пришел к другу, Которого давно и сегодня и всегда обижал. И он ждал меня. И он зовет меня. Я стал говорить Богу моему, Отцу моему, другу моему, Прости меня. Я страшно устал. Прости. Я не оправдываюсь. Я виноват во всем. Я помню, сколько раз ты меня звал, Ты ждал меня, Ты не поразил меня. Для чего? Вот я весь. Ты видишь нечистого места, Гордость, тщеславие, Ехидство, смехотворство, злость. Мне не перечислить все преступления мои. Если можно, то прими меня, Прости меня. Я считал в Евангелии, Что ты из-за меня умер, Христос. И мать твоя Мария видела, Что мне жалко тебя. Тебя видеть на кресте. Прости, прости меня. У меня нет веры такой, Чтобы верить всему, Что я читаю в Библии. Дай мне эту веру. А всякое сомнение, Оно дурно, Оно погубит меня. Помоги мне, Прошу веры большой, Полной, Чтобы я ни в чем не мог сомневаться, Что ты мне будешь говорить Через слово свое. Я устал. Я хочу и умереть, Но и это не дано, И это не избавит от мучения. Мне сказали, Я считал, Что кровь твоя умывает всякий грех. Омой меня, Если по-другому нельзя простить, Пощади. А я буду славить тебя всегда. Слава Отцу и Сыну, И Святому Духу, И ныне и присно, И во веки веков. Аминь. Когда я просил веры, То, может быть, Это и не так точно будет сегодня описано, Но мне почудилось, Что внутри меня, И даже по комнате, Раздалось верю, верю, верю. И такое легкое состояние было, Будто с меня огромную ношу сняли, Показалось, Что даже вперед качнулся. Может и не так, А все было светлым и радостным. Я встал. И мне стало удивительно, Что будто это я, И уже не я. Верю всему, что есть в Библии, Которую я еще и не прочитал. Этого вера во мне росла И сохранена до сегодня. Еремеев подарили мне Евангелие, Сначала только от Матфея, Потом Марка и Иоанна. Когда вечером я возвратился На лоцманском катерке, Кораблю, А мы стояли на рейде, То уже в тот же вечер Стало известно всему каравану кораблей, Что я уверовал, Как они выразились, Сошел с ума. Отношение ко мне не изменилось, Ни у кого, Но на характеристики, Которые были до этого, Сильно повлияло. Несколько дней назад Было написано, Что я член судового комитета, И пользуюсь большим авторитетом, Принимаю участие в общественной жизни. Тут же сразу написали, Другой характеристики, Которую я храню и до сих пор. Авторитетом не пользуюсь, Участие ни в чем не принимаю, Верю в Бога. Уйти с корабля мне не хотелось, Любил море, И братья мне сказали, Чтобы ждал, Когда Бог позовет, Когда будет тому явный, Внутренний голос. Тогда не протився, А пока еще поплавай. С первых дней услышал по радиопередаче, И более всего мне понравился Ярл Пейсти, Огонь, Ревность, Сила убежденности, Все мне подходило. Находясь на корабле, Знал почти до одного часа, Когда за меня молились. Началось свидетельство с первого же дня, Все знали, что я молюсь, Читаю Евангелие, Начались беседы с начальством, Сказали, Или брось эту дурь, Блажь, Или придется уйти из училища. Я забрал документы, Они подумали, Что я перехожу в Одесское училище. Потом сошел на берег, Пошел на стройку. Когда уже пришлось сходить на берег, Пошел по кораблю И прощался со всеми. Когда же еще работал я, То на меня набрасывался драться Боцман, Володя. А я уже знал, Что сдачи не надо давать. Пусть все при мне останется, Богаче будешь. Там была боцманская коморка, Где канаты И всякий такелаж Хранился-то. Он зазвал меня туда. Лежу на него, У него слезы. Прости меня, Говорит. Ты знаешь, За что я тебя так гнал? У меня была бабка, Тетя моя. Она меня хранила Вместо матери. Отец был проводник, И когда он возвращался, То эта богомольная тетя Жаловалась на меня. И он сёк меня Тонким ремнем От портупея офицерской. Я с тех пор Дал свое слово, Что буду мстить верующим. Мы тебя собирались убить, Спихнуть в море, Когда ты занимался В байгерской рубке На корме корабля. Но туда подошла Жена капитана, У неё бельё там было развешено. И всё у нас сорвалось. Ты прости меня И молись обо мне. Если бы корабль Закачала при полном штиле, Меньше бы удивился, Ведь с таким свирепым лицом Был этот одессит. И вот как может Дело повернуться. То ли капитан так сказал, То ли же друзья уговорили, Но лоцманский катерок Дал полный круг Со мной Вокруг судна И корабль дал Три длинных гудка. Печаль по волнам пошла. У Бога тоже надо просить Да меру знать. Как-то тут у нас Засуха была сильная. И вот люди стали просить, Чтобы в церкви О дожде молебен был. Помолились вечером, Да и надо бы ждать. Так нет, утром ещё молебен. Да на поздний ещё один. Ну и разошлись. И вот тучка, И такой гром пошёл. И молишься, К молящимся пошёл. Такой потоп Поезда останавливает. Машины шли, Как по реке плыли. На вокзале Весь низ водой затопило. Ливни подмывало. Линии подмывало. Молись, да проси и веры. Так и со мной было. Когда я попросил Любви, веры, Слову Божию, Что сделать со мной С той молитвы. Столь обильно Открылась жажда К Библии, Что когда я приходил С работы, То я ответить не мог, Обедал ли. Дни за днями идут, А жажда во мне Всё та же. Часов до пяти, До десяти в день Проводил за Словом Божиим. Приедут к дяде Миши, Братья издали. Беседа интересная. А я забьюсь куда-нибудь И сижу, Читаю Библию. Не могу насладиться. Он мне выговор. Братья из такой дали приехали. Ты хоть поговори, Побудь с ними немного-то. Они хотят послушать тебя. Нет, даже и на глаза бы не выходил. Что зазря терять На какие-то беседы, Время, Когда могу читать Библию. Месяца через три Меня уже поставили Проповедовать в собрании. А крест ношу, Тайно рукой крещусь. А они же ведут речь о том, Чтобы мне крещение у них принять. Нет, не могу. Я уже крещен. Весной собираюсь ехать в Сибирь. И чуть ли не накануне Зовут меня в гости. Какой-то брат приехал. Ради него эта встреча. Пришли. Разделились. Народу много. А того брата нет. Что-то шепчутся братья. Потом вызвали меня И сказали слово, Что была тут приготовлена Библия Тому брату-то. Но раз его нет, То решили мне ее подарить. А у меня уже был новый завет. Я его уже много раз просчитал. Будто бы первый раз вижу. Хотя уже большую часть, Наизусть знаю, Несколько раз переписал. Дали мне Библию и наказ, Чтобы 120-й псалом Был путеводной звездой. Напали на меня слезы. Надо Библию взять. Да и ответное слово сказать. А я ушел в коридорчик, Уткнулся в пальтишко-то И проплакал весь вечер. Отчего? Да я и сам сказать не могу. А вот напали слезы. Как-то радостно, Что у меня будет своя Библия. Что могу в любое время И в дороге ее считать. Могу и своим дома показать. Потом той хозяйке Марии Хохловой Подарил новую большую Библию. Но уже то, Что я получил через тот вечер, Ничем не возместишь. Дар слез. Шли обратно. Треньки или льдинки под утро. Уже была весна, И я выезжал. Когда я приходил с работы, То под лестницей, Где был умывальник, Там склонялся на молитву. И там этот запах Даже остался в памяти и поныне. Что-то щемящее, Родное и близкое. Потом обратился брат Яаким, Теперь он священник. Другой брат Павел, Был он комсомолец, С КГБ работал прапорщиком. У дверей стоял. Теперь служит людям И церковь не забывает. Обратились три сестры, Пришла мать перед смертью, И отец покаялся, Как Бог примет-то. Появилось много друзей, Вновь обращенные. Кто-то уходил, Кто-то приходил. У каждого свой путь. С первого же дня Считал Новый Завет Не как книгу, А как слово Божие. Что вот это слово ко мне, А вот это к тому. Хотя оно и ко мне. И так стал писать на бумаге Всем, кого знал. И отсеялись друзья вчерашние, Пришли неизвестные. Побывал уже в семинарии, После того и в академиях, И в монастырях, Во многих храмах Познакомился с архиереями. Везде одна беда. Нет живого слова. Такого слова, От которого душа вопиет К Богу живому. Почему так мало Библии и Евангелии? Много разных сект Было единственное. С первого дня почти За меня начали бороться. Каждому хотелось, Чтобы соснопом идти. На меня серпом замахивались. Но я стоял твердо, Что веры своей не изменить. Я православный. Хотя никакого православия И не знал. И своим уже всем преподал Живое слово. Я знал, что нет такой проповеди В храмах, как по радио. А все же и у сектантов Не все в порядке. Так где же истина? Как найти истину, Чтобы вместо пастыря Не пойти за волком? Где все же лучше спасаться? Где надежнее? Тысячи сект Остановился на Матфея 28.20 Все с вами Во все дни До скончания века. Христос сказал, Значит, это так и есть. Неоспоримо, Что он во все дни Будет с теми, Кто верен ему, То есть церковью. Но ведь Все тебя нарицают, Себя нарицают церковью. Где же он? Посмотрел на стол, На клеенку с клеточками И подумал, Что каждая клеточка Это секта. Если во все дни, То и в наши. И где-то в одной Из этих клеточек Истина. Но где? Не обещал же он тогда, Что будет со всеми, Кто придет во имя его. Решил так. Буду идти на сокращение Поиска. Оказывается, Что уже было 6 тысяч сект Существует на земле. А в 1923 году Было 300. А в 1913 130. И так все уменьшается, Количество толка В течении, Наименований. Вот год 303 Торжества Христова. Этих сект И в помине нет. Какие же были тогда? Если и были какие, То они отмерли, О них и речи вести не надо. Если бы с ними был Христос, То они тоже были бы До скончания века. И вижу, Как из мрака веков Встает одна чудная, Непобедимая, Несвязанная государственностью, Гонимая, Окровавленная, Чарна, Но красива, Багряна, Но прекрасна. Вот она одна, Единственная, Неподражаемая. Где остальные? Они сошли С арены боев. Дошли до Исходного пункта. И здесь Стал главный стих Иеремия 6,16. Так говорит Господь, Остановитесь на путях ваших И рассмотрите, И расспросите о путях древних, Где путь добрый, Идите по нему, И найдете покой душам вашим. Но они сказали, Не пойдем. Чтобы не случилось то, Что оказано в последней части Стиха этого сказано, Решил остановиться, Рассмотреть, Расспросить, Как же веровали тогда? Как понимали Слово Божие? Как толковали? Так как дядя Миша И приезжали, Приходили разные люди Из разных сект, То уже с первого часа Слышал и толкования, Столь непохожие друг на друга, Что и не знал, Куда прислониться. Что было бы, Если бы пресс-фитер баптистов Из города Пензы Петр Михайлович Ульянкин Не дал мне православный Миссионерский журнал «Ревнитель». В нем было около 1400 страниц. Годовая подшивка. Я его законспектировал Не менее пяти раз. Запомнил в любом направлении И по всем вопросам. До этого баптисты говорили, К нам пришел пророк Илья, Это про меня. А когда начал сражаться И победа была не на их стороне, То сразу же, О, это гнилое бревно. Благо им, Гнилое бревно. А если бы не ошиблись Первый-то раз, То посек бы им голову Пророк Илья, Яко тем жрецам У потока Кедронского. Но та моя подготовка Времен, Юности, Мстить, Спасать, Была уже выправлена Богом. Мои ножи уже превратились В меч Божий, Нержавеющий. Что и как говорит Златоуст. Это меня очень заинтересовало. Если это был самый плодовитый И знаменитейший отец в церкви, То как бы к его трудам добраться, Да посмотреть бы, Что он говорит о десяти девах. А то, может быть, Кто и откровение, А на богослово толковал. Попало в руки доброе сокровище Блаженного фефилакта Архиепископа Болгарского. Толкование в двух книгах На весь Новый Завет. И архиепископ Андрей Кесарий Каппадокийской, Толкование на апокалипсис. Все это законспектировал. Потом, Правила соборов, Корбчае, Все записал, Все до себя перенять бы. Как бы так сделать, Чтобы эти книги Можно было иметь И не тем только, Кто их по сундукам прячет, Но и у всех бы были они. Печатать не могу, Писать, Так напишу, Что и сам не разберу. Да и сколько перепишешь-то. Пробовал я от руки, И несколько томов уже законспектировал полностью. Но кратко. А если кому дать почитать, То он и вовсе понять ничего не может. Стали мы тут заниматься. Набралась группа из ревностных христиан. Три раза в неделю, Часа по три-четыре. За встречу проходили Новый Завет И противостектантскую литературу. За все. Пишем, торопимся. Может быть, в Москве Бы это назвали семинаром. А тут мы просто учились. Пришли несколько раз из баптистов. Два регента и хористка. Их там сразу всех отлучили. Ибо перед этим Уже несколько человек Перешли в православие. Испробовали оружие. Бьет безотказно. И пленяет В послушание Христу. Дело подается медленно. И за каждым вопросом Идут ко мне. А то, что расскажешь, Если не запишешь, То забудут. Как бы сделать так, Чтобы и у тех было бы, Кто и здесь, И не здесь живет. С бабушками приходилось Просто сидеть и читать им. Сами они неграмотные, Их книг нет. Да и что прочтут, То неправильно У них в буквы складывается. И считают совсем не те слова. Сколько слепых. Везде нужно сидеть Или кого-то посылать. Если есть книги, Чтобы с ней ознакомить. Да и дадут я с ней книгу. Держи крепко. Она одна. Может быть и на всю епархию. Если не одна, На республику. Как бы эти проблемы Все разрешить-то? Раньше было много храмов-то. Слушали все же. Если был ревностный батюшка. А если уж поп молчаливый, То и овцы безгласны. Не раздвоишься. Не будешь же ездить каждый день В маленькие города и деревни, Чтобы им это рассказать-то. Да и сам-то разве все запомнишь? Разве все можешь вспомнить-то? А книга побыла и ушла. Ее не знаешь, где искать. И вдруг, как озарение, Насчитать на пленку. И размножить. И будет так, Что в любое захолустье Можно будет любую книгу и Библию Слушать, отвести. И беседы, которые у нас бывают, В разных городах будут слушать так же. Но как это сделать? Первые попытки были давно, Где-то в 1970 году. Но в наличии были слабые магнитофоны, Маленькие кассеты, Скорость только 9 сантиметров в секунду, И всего две дорожки. А лента 150 метров. Минуты всего звучит. Посчитали, ужас взял. Больше тысячи таких пленок Надо только на Златоуста. Но вот увидел у одного брата комету. Скорость 4,7. И четыре дорожки. Проблемы почти нет. Одна пленка на 375 метров, Цена 6 рублей. Вмещает 8 часов 20 минут. Годится. Нет чистоты записи. Нашелся добрый человек, Речкунов Алеша. Показал, как держать микрофон. Вначале уже и насчитывать. Трудно поддается. Первый капитальный труд был От оттворения святого отца нашего Яна Златоуста. Вошел на 62 кассеты выше указанной пленки. Переписывать как? С одного на один на той же скорости по одной дорожке. Сколько начитывать? Столько и переписывать. Один экземпляр получится через год. Еще один будет экземпляр. Трудно, но сижу, пишу. Потом вдруг идея. А нельзя ли побыстрее писать? А потом нельзя ли сразу две дорожки или до того больше? Ведь у нас на четыре дорожки записано. Так натаскались на меня маяк 203, а потом и на маяк 205. Что меньше? Чем за полтора часа кассета уже списана. Оказалось, что можно и не на один, и частота не меняется. С одного магнатафона сразу одной кнопкой срывается 10-11 маяков 205 на скорости 19 см в секунду и пишет одновременно на две дорожки в одном направлении. А прослушивать будут на скорости 4,7. Пошло. Кухня заработала. Нужны деньги. Бросил все, ударился делать печь. Стоит печь 30-50 рублей. В день до двух печей выкладываю. И как мексиканцы уже к Лондону. Все на дело революции. Так и здесь. Все на дело церкви. Все для Христа. Все для просвещения. Работа, экономия, перезапись. Выдохся, снова за печи. Задачи людям. Страшнее вспомнить. Входил в избу и падал не раздеваясь. Не ужинов. Так до утра и лежу. Надо. Поиск сырья. Во всем дефицит. Когда начинали, то были магнитофоны со скоростью 4,7 сантиметра в секунду. Комета 206. Романтик 304. Маяк 203. Маяк 205. Инии и другое. И вдруг все до единого сняты с производства без всякой замены. Все запросы и поездки кончались одним. Сняты с производства. Но пока еще встречаются в комиссионных этим магнитофонах. Тогда же главная трудность была в приобретении пленок. Здесь их почему-то не было. Ездить приходилось чуть не по всей стране. Но в первую очередь, это все города на пути до Новосибирска. Черепаново, Искитим, Берц. Захожу в Тальменке. Стоят пленки. Сколько у вас взять можно? Да хоть сколько. Ограничения нет. А сколько у вас в ящике? 60 штук. 310 рублей. Сколько ящиков можно взять? Как ящиков? Ну да, за наличный расчет берем. Нет, мы так не продаем. У нас лимит 5 штук на руки. Но ведь они же лежат у вас. Ни одного покупателя нет. Ну все равно нельзя. Думает очевидно, что можно с нас взятку взять. Решения нет. Иду до директора. Звонит. Не отдают. Угрожаю, что поеду в органы власти с жалобой. Директор идет сама из-под прилавка. Вынимает всю наличность. Около двух с половиной ящиков. Для нас это только на затравку. Чтобы начать что-то писать, нужно по крайней мере 12-15 ящиков. Иду опять по кругу. Занимать деньги. Никому бы не дали, а мне дают. Верят, думают, что миллионер. Едем в Новосибирск. Картина та же. Иду до директора. А зачем вам столько? Да мы книги старинные начитали. Библию, Златоуста, Жития. Вот нам и нужно для других копию снять. До этого звоню. От них до главного торгаша в городе. Ответ один. Столько не можем. Где-то есть ограничительная инструкция. Считает. Ни шины. На иное. Ну правда. А на ленты нет ограничения. Спрашивает директор. А вы не слышали про Клавдию такую-то, что она воскресла? Да я с ней несколько раз встречался. Они там перед нашим приходом об этом как раз беседовали. Директор сама идет на склад и отдает три ящика. С прилавка снимает все. Делаем заказы. Снова на колеса и в другой район. Так пошли на обмен. Дали проповедь генерал Пести. И тогда нам отпустили все, что было. Ящиков пять. Уже что-то. В день наматываем до 600 километров и более. Оплачивают затраты всего, всегда из своего кармана. Москва. Говорю директору, для чего нам это. А он. А не могли бы вы мне Библию достать? Можно. Он отпускает на все деньги, какие есть, несколько ящиков. И на полный еще один ящик не хватает 150 рублей. Директор машет рукой и отдает в долг до утра. Приехали на водовозке. В бак, в машине скидываем все ящики картонные. Сами лезем в люк. Жми. И это все помогает нам Михаил Федорович Гордеев. Жми, Миша. Мы по крышам, которые нам видны, знакомимся с Вавилоном Третьим. Вода плещется в баке, накатывает на нас. Главное не замочить пленки. Среди хозяев началась паника. И где мы остановились у Гордеева. Ах, как бы не загребли их. Звоню друзьям, чтобы помогли посадку совершить. Проводники не пускают. Москвичи подарили нам несколько зарубежных открыток религиозных. Дарим проводникам, оказывается, земляками. Желают слушать благую весть. Охраняют нас в пути. За ту Библию директору выпустили несколько десятков новых на пленке. Академгородок под Новосибирском. Стоят маяки. 205. Все неработающие. Цена каждого 320 рублей. А моя месячная зарплата 72 рубля. Но нам нужно выполнить заказы для людей. Леша проверяет. Они мертвы заклинены. Он еще постоял. Бери. Отремонтирую. И правда восемь бракованных. За один день он на ноги поставил. Возвращаемся уже ночью. Перед городом, перед мостом. Обе останавливает милиция. Чего везете так много на мотоцикле. Да магнитофоны. За кассу людей. Отвернул брезент. Хмыкнул и отпустил. Магнитных испарениях, что пыль натирают при перезаписи магнитофоны. Прошу вставить в окно вентилятор. Стало легче дышать. Какую кару я нес эти годы. Семь лет каторги. И кому только не навешивал. Кому только не предлагал взять все бесплатно. И еще обещал на первый толчок дать 3000 рублей. И магнитофоны. Все даром отдаю. Но чтобы только трудился честно, бесплатно, как и я. Увы. Только органы власти согласились взять. 1979 год. Вначале готовится в стране к Олимпиаде. И значит нужно лицо свое в нужном ракурсе изобразить. Как уж в программе себя описали раньше. И чтобы не портили этот камуфляж, разные пылинки, их убрать. Отмести. Вспихнуть. Отец Глеб, отец Дмитрий Дудко, Глеб Якунин. И все, что в поле зрения ниже их попадало, все пошло под снос. У каждого из них просмотрели адреса. И мой адрес был у отца Дмитрия Дудко. Первый обыск. Представительно, аккуратно, все фиксирует, каждую бумажку, как их там учат. Как же? Ведь по санкции к МГБ так уж нужен класс в работе. Тут будет задействовано столько душ, отделов. Наконец-то работа. Наконец-то можно доказать, что зарплаты, чины, погоны, мечи и щиты. Не зря. Нет, не зря. Вот мы сгодились. Старались они. Писали. Я остался дома еще на полгода. Первый арест. Шел 1980 год. Еще холодно по ночам. Машинки. На маленьком стульчике. 36 сантиметров высотой. Сам сляпал по медвежьи. И вот я сделал под сиденьем двойное дно. О, как бы, так, на живую нитку наживуил. На двух гвоздиках фанерка-то. А под ней, под сиденьем, книгу положил-то. Дополнительные данные о русских святых 17-18 века. Поселенина. Он, этот стажер со штатом, полез все прокидывать. Стул мой ворохнул-то, а там все дышит-то. Он разом и достал книгу, ага, не зря, значит, есть, нашли. Покрутил на свет, смотрит листы желтые. Переплет сам я делал. Все тленом православным благоухает. Он чуть не на зубок ее пробует-то. Нет, не криминал. Семидесятой статьи из нее не сваришь. Как из старухиного топора солдат в сказке-то. Нужно еще крупы и масло и доперчить. Положил, опять стучит по стенкам. Полно дыбы готовится выдрать. А душа не на месте у этого практиканта. Уж не между ли строк, как Ленин, молоком в камере, Тайно пизделает Лапкин. Нет, ни водяных, ни духовных знаков не различает. На меня так зыркнет, как будто я что-то такое задал ему, Чего они и не проходили-то. А, думаю, вот и святые на помощь-то пришли. Пока он тут умом-то ворочается, Ну же, да потемком не успеет сгрести. Нет, он все успеет, да еще и подметет. Потом соизволил обратиться за разъяснением ко мне молчаливо, Взирающему на весь этот колоброд. Спросить меня, все же, это моя тайна-то. А для чего эту книгу спрятали? Спросил и ждет от меня подвоха. Тоже так и пучит. Не верит тому, что видит-то. Чего не видит и не находит, не верит. Везде все от 58-й сталинской статьи. Это их хлебушек. Мне бы тут уж и туман сей разогнать-то. Да и сказать, что специально же для вас сделал это. Знал, что на голый крючок клюнете-то. Так все и вышло-то. Я таких мест всем сделал. И все нашли. Для них идеал. Не знаю, что вы ищете каждый раз. Вот и прячу. А понятые, то ли студенты с юрфака, два парня под кровать лезут. И в самые пыльные места. Тут я тоже малость не стерпел. Ты клал туда что-нибудь-то? Вы вот так среди бела дня по прокурорским шпаргалкам-то привыкнете шариться по чужим сундукам-то, а потом тебе оклада-то и не будет хватать на твоих прелюбодеек-то. Да наложница. И начнешь и просто так грабить прохожих, пока и на тебя, как на бывшего, не дадут бумажку от прокурора. Ваши отцы наших родителей всю жизнь грабили, срамцы бессовестные. Гробастали все, пока не подавилися. Попались уже на воровстве колхозного. Посадили и сгноили их там. Ибо они и в лагере пытались пайку законную воровать-то. Дух-то этот вас неистребим. Горлохваты. Так одному я прочитал в сарае уже, где у меня заваленная под дровами собачья конура. И он туда полез искать кулацкое добро. Гляжу, застеснялся. Да нас заставляют. А сам есть пыли, бедняжка-то. Но это еще дома. Тут и стены помогают. Вроде бы что-то искажешь лишнее-то. А вот уж как туда заприволокли, тут все посерьезнело. Тут ты нуль, ты объект. На тебя делают дело, и из тебя будут выжимать все. Как алхимики думают, затеяли из-за ртути выпаривать золото и толкли туда всяких добавки-то. Так и тут. Шарят тебя, парят, мешают к тебе все, о чем ты во сне в кошмарном не доходил-то. И ждут золото признания. Знаю, что в них, в этих случаях-то, пытка вопрошает, а боль отвечает. Да, был бы каким компонентом или протопопом об вакуумом. О том бы мечтать, знал бы и ответ. И что за ним сотворишь-то? А то делаешь все с оглядкой. Как бы в душе уже не поглядить-то? Да кого еще не обидеть-то? Все жиже и тусклее. И ниже и тащее получается, чем у тех гигантов казематных. Вход в камеру в первый раз полон таинственности, как целомудренному первая брачная ночь. Что? Зачем? А тебя уже насилует следователь. Гонит к открытой яме. Что по желанию Евнуха расплить девицу, то производящий суд с натяжкой. Серахов 24 стих. Нескучайно Серах сравнил суд с натяжкой с бесцельно-целомудренной девицей. На непотребной основе. На выверт сознание. На невозможности. И на желании, которым горит сорослитель. А твоя ночь длится. И изо дня в день одно и то же. Лгу до умопомращения. Значит, должность такая. Насиловать и лгать. Золото выпаривать из ядовитых паров своих домыслов. Приходят иные битые, синие. Кровь течет. А меня ласково обхаживают. Там делят добычу из награбленного. А тут тебя по частям. До внутренней души. До помыслов сердечных. Вот тут все и проверишь, зачем жил, о чем думал. Некуда притулиться мыслью. Расшибленный. А невозможность не увидеть своих и коснуться того, что любил, чем жил. Молитва была твоей. Она стала еще ближе. Еще возможней. Еще свободней. Боли нет ничего. Вот тут крепко задумывался о подвижниках, их подвиге, когда они все оставив, уходили в пустыне, не видя более никогда своих. В пустыне одни молитвы. Им всегда была камера келья. Бог ближе, суеты нет. И подумал, и о том точно стал просить, и было это не основой моего пребывания, оба раза в заключении, молитва, сделать камеру кельей. Если святые делали добровольно, то награда. А я не добровольно, значит, не о награде, а только об ощущении. Думай, грешник. Стал припоминать, и сразу же дошло, что жизнь в труде есть по Соломону. Суета, а суеты томления духа. Марфа, Марфа, о многом ты пищешься и заботишься, а нужно одно – слушать Господа. Вот тут и это стало понятнее. Благо, есть, что вспоминать из Евангелия, из всей Библии, и размышлять об этих словах и по молитве, и после молитвы. Томление духа в бездействии. Время как бы остановилось. Все отобрали, ободрали, обокрали. Ты как из морских волн на доске выплываешь. Под субботу в два выходных подумал он следователе тогдашим, Печугой Виталий Николаевича. Человек улыбчивал. Как же он теперь? Видно, томится дома. Жене сказал, что человека запер в камеру-то и себе места не находит-то. Так высоко было мое мнение о следователях в первый арест. А он, как потом узнал, тут же и забыл обо мне, поехал на пляж. Теперь мнение мое иное. Следователи, быть может, идут по ответственности, разве только с батюшками, со священниками наравне. При почти полной невозможности спастись в наше время, равно суд бесправный творят и равно грехами народа питаются, делают то, что высший скажет. Вопреки закону и тот и другой блюстители своих законов и ищут ведение закона от уст обоих. Бесчестнейшие люди эти следователи. Или такой там отбор, или уж беспринципность, безбожество так легко и по-своему колесует, отсекает все, что может добро творить. Судьи его вечерние волки, не оставляющие кости до утра. София 3.3 Да, все растащили и нет ничего доселе. То же и Павел подтвердил о пастырях. Войдут к вам лютые волки. Деяние 20.29 С какой легкостью судей судили тех, кого ныне реабилитируют в этих же зданиях по тем же законам. И в церкви также казнили Жану Дарк и по тем же канонам. С той же легкостью, как и Максима Грека канонизировали, будто и не они томили и ломали, жгли и уродовали их. Все. Грека Грека